На острове Татышев горела трава. Из-за пожара взлётку и часть правого берега заволокло дымом. В МЧС предполагают, что кто-то подпалил сухую растительность. Объекты на территории острова не пострадали. На пути огня встали пешеходные тропинки. В тушении задействовано 6 цицерн, площадь возгорания 1000 квадратных метров. 110 кустов конопли обнаружили полицейские в одном из частных домов в Курагинском районе. Незаконной культивацией занимался 33-летний житель посёлка Большая Ирба. Он организовал наркотеплицу у себя на веранде и заявил, что планировал употребить всю партию сам. Мужчину арестовали, растительность изъяли. Максимальное наказание по статье – 10 лет. Жители Академгородка вступились за старое дерево на стройке детского сада. Маньчжурский орех растёт на пути у стройтехники. Люди против вырубки, но ситуация тупиковая. В управлении капитального строительства и УЗС сообщают, что по нормам дерево не может находиться на территории будущего дошкольного учреждения. Ему более 40 лет и пересадку оно тоже не переживёт. Жители намерены рискнуть и всё же пересадить дерево к 1 мая. Подрядчик, в свою очередь, обещает высадить три саженца ореха за территории детского сада за свой счёт. Жители Норильска снова устроили массовую драку в центре города. В разборках на бытовой почве участвовали две группировки. Всего 24 человека. Оказалось, мужчины мстили друг другу за своих товарищей, которые также подрались накануне. Когда к месту приехали полицейские, конфликтующие пытались скрыться. Но за ночь личность всех установили и доставили в отделение. Пострадавших нет. Проводится проверка. Рой Фручей выбрал кличку для родившегося пингвинёнка. Его назвали Чупик. Имена предлагали сами красноярцы. По традиции, имя детёныша должно было начинаться на ту же буква, что и кличка его мамы. Сейчас пингвинёнку полтора месяца, однако пока не ясно, самец это или самка.